Путешествие во времени. Такой удивительный подарок саровчане получили на день города. Достаточно переступить порог танцплощадки в парке Зернова, и вы переноситесь в 50-е и 70-е годы прошлого века. Здесь вас встречает парикмахерская чародейка. Колоритные буфетчицы с соком и водами, мужчины играют в домино и шашки, ну а женщины примеряют винтажные наряды. Работа в парикмахерской чародейке кипит задолго до начала мероприятия. Чтобы у гостей праздника было полное погружение в атмосферу самых ярких десятилетий прошлого века, здесь наводят красоту артистам и ведущим. Все в духе 50-х. Высокие начесы, острые стрелки, красная помада. На каждую клиентку у парикмахера Ксении уходит несколько минут. Девушка искренне восхищается модой прошлого и уверена, у тех трендов есть все шансы вернуться к нам. Уже элементы возвращаются в одежде, в тканях, в стиле, в форме. Дополнить образ красотки из 50-х помогли винтажные шляпки и сумочки, которые дамы примеряли тут же рядом с чародейкой. А запечатлеть себя в прошлом все желающие могли на фотозоне, имитирующей классическую советскую квартиру. Дух времени передавали и колоритные буфетчицы с соками, водами и мороженым. Интеллигенты в плащах приглашали гостей за уличные столики, на партию в шахматы или домино. Эпоха середины прошлого века для праздника была выбрана не случайно. Потому что страна была на подъеме, потому что это был не только период после военной, когда люди были одохновлены своим будущим, когда много мечтали, расстроили планы и был колоссальный энтузиазм. В центре площадки развернулись танцы и подвижные игры. Те, в которые играли в 50-е и которые, как оказалось, пришлись по душе современной детворе. Классики и ручеек. За участие в них гости получали талоны, которые потом обменивали на конфеты. Это живет в нас, где-то внутри. Всегда интересно, что было в прошлом. Тем более мы девочки, нам интересно, какая была мода. А потом я говорю, когда ты листаешь страницы, ты понимаешь, что очень многие игры, например, в которые мы сегодня будем играть, они до сих пор актуальны. Поэтому, ну а все, что интересно, то интересно мне и должно быть интересно горожанам. На празднике была возможность и написать письмо потомкам, помечтать, каким будет в будущем город и страна. Они помогут нам понять, что же мы хотим видеть от своей жизни. Ничего интересного такого. Что мы хотим получить в итоге. Каким мы хотим видеть людей вокруг нас. События, страны и все такое. 50-е, 60-е гостили в парке Зернова 4 часа. И каждый нашел здесь что-то своем. Кто-то вспомнил детство, кто-то открыл для себя старые игры, а кто-то узнал что-то новое об истории города. Островок ностальгии стал ярким и трогательным штрихом на празднике Дня города. Лидия Шулаева, Евгений Шихарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.